Все романтические отношения идеальны ровно до тех пор, пока не упираются в пустой карман. Любая девушка требует к себе внимания, которое в том числе выражается и в финансовых вливаниях. Но что делать, если ты школьник или студент? Импровизировать! Мы решили набросать несколько оригинальных вариантов, как не остаться без штанов. Добро пожаловать на Телблокнет! И прямо сейчас ты увидишь топ-10 способов сэкономить в отношениях с девушкой. Десятое место. Ругаться перед праздниками. Нельзя сказать, что это лучший способ экономии, но некоторые им промышляют. Думаю, суть особо пояснять не надо. Раскручиваешь ее на конфликт, затем морозишься, а после памятной даты снова напоминаешь о себе. Как дела? Схема хоть и рабочая, но злоупотреблять точно не стоит. Разок в другой прокатит, а после третьего ты с огромным шансом уйдешь на лавку запасных, а то и загремишь в черный список во всех соцсетях. Да и вообще, грамотно ругаться – это искусство, постигаемое годами совместной жизни. Обычно же все происходит на эмоциях. Потому не удивляйся, если на следующий день после ссоры ее подруги начнут на тебя косо посматривать. А что я тебе сделала? Секундочку. Такое впечатление, что их с детства учат строить из себя жертв. Девятое место. Ловите акции и скидки. Еще один способ сделать приятные за вменяемые бабки. В большинстве сетевых заведений или ресторанчиков всегда можно встретить объявления из серии «Берешь картошку, кола в подарок» или «Скидки для студентов в такое-то время». Лучшее кафе Магадана в Оки-Токи. Каждый вторник проводит невероятную акцию. Скидки до 100%. За всем, конечно, не уследить, но для этих целей можно использовать различные городские паблики в телеге и ватсапе или группы ВК. Там частенько попадаются промокоды и акционные предложения. Подобным образом можно не только перекусить со скидкой, но и побывать во многих развлекательных заведениях своего города. И не стоит пропускать открытия новых локаций. Зачастую там тоже можно посидеть за небольшие деньги. Восьмое место. Делать подарки своими руками. Пожрать это, конечно, хорошо, но не стоит забывать о романтике. Любая девушка требует внимания. При этом ей гораздо важнее не сама побрякушка, а то, насколько ты заморочился. Несколько лет назад были дико популярны деревянные кольца с эпоксидкой. Судя по магазам в Инете, такое кольцо стоит два куска. Ну и трехлитровое ведро акрила стоит тоже два куска. Если бы тёлки давали от такого подарка, у тебя был бы отличный шанс отжарить небольшой посёлок. Вариантов ручного подарка сегодня вагон и маленькая тележка. Достаточно посмотреть DIY-каналы, где из говна и палок собирают чуть ли не велосипед. Наверняка ты подберёшь какую-то оригинальную идею и для своей пассии. Кстати, с хавкой это тоже прокатывает на ура. Девушки любят парней, которые умеют готовить. А готовить явно дешевле, чем харчеваться по кабакам. Седьмое место. Познакомиться с богатой. Практически идеальный вариант. По кафешкам водит, на тачке катает, за бабки не пилит. Артук с принтом. Готовлю вкусно, говорю мало, голова не болит. Для идеальной женщины. Но подобное бывает либо в фильмах, либо у сына маминой подруги. Первое время, конечно, можно выехать на харизме и чувстве юмора. Но не стоит забывать, что девочка из богатой семьи привыкла к роскошному уровню жизни. А потому рано или поздно придётся поднимать жопу и добывать бабки. В прошлых топах мы даже подкидывали несколько идей для заработка, которые ты найдёшь по ссылкам в описании. Также не забывай, что вокруг дамочки при деньгах будут вертеться и другие желающие. И вряд ли они станут её завоёвывать своим скиллом в доте или умением крутить сальтуху на турнике. Не один ты хочешь обеспечить себе безбедное будущее. С другой стороны, это дополнительный стимул развиваться. Особенно, если девочка действительно нравится. Шестое место. Дарить палёные шмотки. Современная молодёжь просто помешана на понтах. Топовые вещи, дорогущие гаджеты, брендовая обувь и вот это вот всё. Ну а фразы «хочу айфон» читаются чуть ли не главной причиной большинства расставаний. Хотя дамочки Света верят, что покупкой огрызка они проверяют прочность отношений. Ты бы обещал мне этот айфон грёбаный пять месяцев назад и не купил. Понятно, что на оригинал у подавляющего большинства банально нет бабок, как и на условные изи-бусты. Но если дама совершенно не шарит в отличиях между подлинником и палёнкой, зачем платить больше? Вот что-что, по ткани они похожи. Аналогично и с тряпками от Гуччи и Версачи. Они хотят красивую картинку? Так предоставь им картинку. Зачем им знать, что в пакете из ЦУМа лежит обычный Китай, купленный в переходе или на рынке? И вот такие вот с надписью, смотрите. Вот и Джеггинсы, вот 800 рублей. Пятое место. Не покупать цветы. И эту мысль сейчас поддержит подавляющее большинство парней. Да, девушки любят цветы. Но они вообще видели цену на эти веники. За букет просят, как за крыло от самолёта. Вот откуда у школьника 1000 рублей на приличные цветы? Тут на пожрать в столовке не всегда хватает. Да и кто вообще вбил девушкам в голову, что парень обязан дарить цветы по каждому поводу? Тратить штуку на букет ради того, чтобы она с Турис выложила. Лучше за эти же деньги пожрать, купить или в кино сходить толку больше. А если по акции, то ещё и на попкорн останется. Мы ж тут об экономии говорим. Хотя мы вообще на халяву ходили. Главное подождать минут 10 после начала сеанса. Но так, наверное, уже не прокатит. Четвёртое место. Гулять по паркам. А почему нет? Почему нет? Хоть это и клише, но прогулки на свежем воздухе полезны практически в любое время года. Само собой, если на улице не минус 20, а ветер не сносит деревья. В любом городе найдётся как минимум один парк культуры и отдыха, где можно приятно провести время вдвоём на лавочке. По-хорошему всё зависит именно от парня. Если язык подвешен, а харизма хоть немного прокачена, время пролетит незаметно. А если ещё и на гитаре лобать умеешь, вообще красавчик. Погоняй по ушам, что написал для неё песню, побрончи на струнах души, и этого зачастую достаточно. Пшал лава, 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 опять на улице оплава. Понятно, что далеко не все из нас гитаристы, но поводить её по всем злачным местам своего города всё равно надо. А сам в это время высматривай какую-то кафеху подешевле. Хотя опытные евреи говорят, что идеально гулять ночью, когда всё закрыто. И вот ты уже не нищеброд, а романтик. Третье место. Устроить её на работу. Не вижу ничего плохого в том, чтобы девушка уже со школьной скамьи начала осознавать цену деньгам. А на первых курсах универа сам бог велел идти на подработку. На вторую кассу проходим. Да, работка не из престижных, но она моментально вправляет мозги всем, кто хочет себе айфоны и 101 розу каждое воскресенье. Хочет? Пусть зарабатывает. А ты подбросишь, если не хватает на что-то действительно стоящее. Бабушка, вам ещё 50 рублей не хватает. У меня больше нет, доктор. Ну тогда уберите что-нибудь. Не надо ничего убирать. Вот, бабуля, возьмите, вам нужны я. Спасибо, мне вы. Пожалуйста. Работа тоже помогает понять, правильный ли выбор ты сделал. Если она вечно ноет, что ей тяжело, хотя сама при этом целыми днями тупит в кредитном. Обслуживая двух-трёх клиентов в день, вам точно не по пути. Второе место. Делить расходы поровну. Распространённая практика, что работают оба, но деньги парня общие, а девушка тратит зарплату только на себя. Мои деньги – это мои деньги, его деньги – это наши деньги. Понятно, что прекрасному полу требуется гораздо больше средств, чтобы поддерживать себя в порядке. Маникюры, маски, средства личной гигиены и косметика. Но покупка шмота каждый месяц – явно перебор. А в качестве оправдания парень обычно слышит что-то вроде... Они классно смотрятся, всё люрекс такой блестящий. Но, блин, этот острый носок, я ещё мелкая ростом, я в них как цаплю, серьёзно. Если сойдётесь, с огромной долей вероятности придётся тянуть на горбу квартиру, коммуналку и жратву, не говоря уже о культурном отдыхе. И насколько тебе хватит в таком ритме? Чем больше вкалываешь, тем сильнее они охреневают. Я же тебе сказала восьмёрку, это чё за хрень? Вон ты уже нормально. Иди ты нахуй! Тот неловкий момент, когда ради этого подарка впахивал неделями и экономил даже на мелочах. С такими разговор должен быть коротким. Либо платят оба, либо она отправляется на высшую ступень нашего топа. Первое место. Бросить. Иногда иначе просто никак. Да и как продолжать отношения с барышней, которой вечно все должны? А ты при этом судорожно соображаешь, на какой кобыле к ней подъехать, чтобы снова не обидеть? Мало ли, что я сказала, ты должен понимать, когда я обижена, когда нет. Лучше уж быть одиноким, но гордым. Да и зачем вздром уме терпеть какие-то неадекватные загоны? С чистой физиологической точки зрения всё понятно. Юность, чешется и всё такое. Но поверя на того не стоит. Тем более ей ничего не мешает обломать тебе очередной обидкой. Вот здесь не так, то нет, так это нехорошо. Не важно, какого пола говорящий человек. Не важно, какого пола слушающий человек. Не важно, в одну сторону это происходит или в две стороны. Речь о том, что постоянные упрёки, критика и прочее недовольство – это сигнал. Развод близко. Всё, я уже задолбала в этой жизни! Всё! Мы не говорим, что при первом же недопонимании надо бросать девушку и уходить в закат. Ситуации разные, да и степень выдержки у каждого своя. Но если осознаёшь, что тебя используют для прихотей, не стоит становиться терпелой. Адекватных и интересных девушек куда больше, чем кажется. И они будут искренне рады даже ромашкам из соседнего огорода и мороженому в парке. Главное – найти и взять штурмом. А какие способы сэкономить на отношениях знаешь лично ты? Обязательно пиши об этом в комментариях, потому что тема важная. Не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Также заглядывай в наш Телеграм-канал и паблик ВКонтакте, ведь там мы регулярно вместе общаемся и проводим опросы по темам новых роликов.